Окей, теперь расскажи, пожалуйста, что ты узнала, почему Лил Уэйн самый великий, самый гениальный или очень гениальный музыкант. Говори по-русски сюда, в камеру. По моему мнению, не увеличивали доходчивость и не увеличивали восприятие этой песни. Но потом я послушала еще несколько песен, и я поняла, что исполнитель действительно очень разнообразен. Он затрагивает различные проблемы, он перевоплощается в зависимости от того, о чем он поет. Он также очень хорошо использует рифму и ритм, сочетая их, сочетая ритм с рифмой. Он играет метафорами, играет словами, в результате чего удается понять смысл, только прослушав весь куплет, а не отдельные два-три слова. И, вероятно, в этом его отличие от других музыкантов такого же плана. Он пишет свои песни сам, причем в них очень много импровизации. Он на ходу сочиняет метафоры и очень удачно их использует. Ну, это все, или... Ну... Расскажи, почему он использует плохие слова, почему он выглядит чуть-чуть, ну, с одной стороны, некрасиво, или... Ну, то, что некрасиво, а вот так вот, как будто ты на него смотришь так. Ну, вероятно, вот его манеры и его вот эти грубые слова исходят из того, что вырос он в определенной среде, где такое поведение и такой разговор был нормой. И, вероятно, создавая такой образ и употребляя эти слова, он хочет показать разницу между тем, кем он был и кем он стал. Между тем, что, выйдя из самых низов общества, он добился признания, добился материальной обеспеченности. И это он с удовольствием демонстрирует, он как бы празднует то, что у него много денег, что он может свободно их тратить, что он может себе все позволить купить разную вещь вплоть до того, что купить любую женщину для себя. И он этим гордится, он празднует это. И, вероятно, это оправдывает употребление зачастую его вульгарных манер и вульгарных слов. Почему, тебе кажется, для него деньги и вот это все так важно? То есть, почему он так часто об этом говорит в песне? Ну, я думаю, потому что именно в детстве он всего этого был лишен. И люди, общество, вернее, слое общества, из которого он вышел, не имеет этого ничего. И это как бы является осуществлением мечты и достижением того, к чему стремятся все люди, живущие в трущобах, живущие в нищете, не имеющие возможности позволить себе зачастую самые обычные даже вещи. Вот поэтому, вероятно, иметь много денег, тратить их так, как он захочет, для него это большое наслаждение. Он гордится тем, что он смог этого достичь. Расскажи про его, как бы, расскажи про... Что ты думаешь про его, типа, голос? Ну, он очень умело пользуется голосом. Он меняет свой голос в зависимости от ритмов, в зависимости от рифмы. Он даже поет по-разному, если это различная тематика. С одной темой он поет одним голосом, в других случаях, затрагивая другую тему, он поет другим голосом. То есть этим он демонстрирует, что он хороший артист, хорошо владеет своим голосом и умеет добиться, вот этим модулированием голоса, добиться большего понимания своего искусства. И то, что он часто так вот, что у него голос такой не стереотипично красивый, не такой плавный, а он ощущается, как будто бы он много, ну, всю жизнь, как бы, курил. Ну, хриплость голоса, хриплость. Хриплость, что он так, как бы, кэм. Да, ну, это многие, между прочим, артисты используют хрипоту, хрипоту голоса, как бы, для усиления воздействия на зрителей. Вот это, а хриплость голоса, он, как бы, подчеркивает свое воздействие на зрителей. Ну, как раз используют и другие, тоже артисты. Еще что-то хочешь сказать про него? Рассказать? Не знаю, больше что-то рассказать. Все? А? Сейчас подумайте, у меня есть еще эти вопросы. Ну, для того, чтобы сделать оценку его среди других рэперов, просто нужным гораздо чаще, наверное, и больше слушать музыкантов этого типа искусства. И тогда можно найти, наверное, еще достоинства или недостатки у различных исполнителей. Я недостаточно еще образована в искусстве рэпа, чтобы быть таким ценителем. Хорошо. Ну, спасибо. Ну, пожалуйста. Замучили меня. Окей. Окей, спасибо. Замучили меня. Я говорю, ну, ты выбрал меня для этого. Ну, ничего. Так, кормите вас чем-нибудь. Я могу пилинг издалить. И... У меня фасоль есть. Ну, давай пока я приготовлю следующий урок. Ощущайший. Ну, по-рубе. Я уп понравился. Ну, слышали меня. Продолжение следует...